Первые официальные старты сноубордистов в истории Владивостока послал им гиганту. Чемпионат краевого центра в этой дисциплине собрал почти 100 поклонников снежного экстрима. Дебютируют те, кто планирует добиваться профессиональных успехов в этом спорте, юные воспитанники местной школы сноуборда и любители, которые выступают в отдельном зачете. Каждому дают по две попытки. В итоге учитывают сумму времени заездов. Надо очень тонко найти баланс между своими максимальными возможностями и стабильностью. То есть можно осторожничать, не упасть и показать не очень хорошее время. Можно поехать очень быстро, упасть и тоже показать плохое время. Выбирать тактику нужно в доли секунды. Это сказывается на прохождении всей трассы, протяженность которой 750 метров. Красные и синие флаги размещены на дистанции таким образом, чтобы трасса была не сложной для любителей и не слишком простой для тех, кто занимается сноубордом профессионально. Первые проходили трассу на универсальных досках, вторые на сноубордах для слалома. У него принципиально другая форма, другая длина. Используются другие крепления, другой боковой вырез, нежели на обычном сноуборде. Ну и, конечно же, основное – это ботинки, которые позволяют связать ноги спортсмена и сноуборд более чувствительно. Результаты любителей профессиональных спортсменов учитывают отдельно. У девушек до 15 лет первая Мария Зюсь, у юношей Дмитрий Трач. У любителей на пьедестал подсчетов в своих категориях поднимаются Юлия Головко и Александр Шарунов. У спортсменов Анастасия Крикунова и Алексей Терентьев. Следующие старты по параллельному слалому также состоятся во Владивостоке в конце февраля. Павел Зайцев, Игорь Лещук, Панорама.